В городе Берюч Красногвардейского района появилась новая спортивно-игровая площадка, построенная на средства фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скотча. Причем дети не стали ждать официальной церемонии открытия и облюбовали ее сразу после завершения монтажных работ. Что же в новой площадке настолько привлекательного разбиралась наша съемочная группа? Спасибо, поколение! Дети знают, кого благодарить за свой летний досуг, который стал более активным и насыщенным. На таких ярких современных качелях, каруселях и горках покататься не терпится. Новая детская площадка появилась в Берюче совсем недавно, но уже не пустует ни минуты. Интерес к спортивным площадкам, которые реализуются на территории Белгородской области, он огромен. И мы сегодня видим, как изменилось качество отдыха детей. Мы видим, какое огромное количество детей сегодня присутствует на этих площадках. Я знаю, что при монтаже вот этой площадки, которая в Берюче, значит, только-только строители закончили монтажные работы, и дети, и родители уже активно приняли участие в освоении этой новой, достаточно интересной территории. Ну, а если говорить в целом о проекте, который реализуется сегодня фондом поколения, я должен сказать, что это не коммерческий проект, и фонд поколения вообще не принимает участие в каких-то коммерческих проектах. Все объекты, которые построены фондом поколения, они для детей абсолютно бесплатны, как, собственно, и другие объекты, которые выполнены на средства фонда поколения. Это главная отличительная черта сегодня, ну и на протяжении уже 17 лет. Это уже девятая по счету площадка, подаренная фондом поколения детям Белгородчины. И все они пользуются популярностью. Одномоментно на них занимаются около 11 тысяч мальчишек и девчонок. Площадка в Красногвардейском районе отличается от всех предыдущих тем, что здесь к игровым добавлены и спортивные объекты. Кроме того, она расположена в одном из любимых мест отдыха жителей Берюча – на пляже реки Тихая Сосна. Улучшение инфраструктуры набережной – один из важных проектов местной администрации. И фонд поколения внес в это дело ощутимый вклад. В этом году в районах реализуется проект по благоустройству территории нашего пляжа, по оснащению спортивными сооружениями. И вот, на мой взгляд, органично сюда вписалась и эта детская площадка, которая, безусловно, будет востребована и детьми, и родителями. Я уверен, что это станет место отдыха наших детей. И хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить инициаторов этого проекта и лично Андрея Владимировича Скотча за принятое решение построить такую замечательную площадку, которой равных пока у нас в городе, в районе нет. Дочке моей на данный момент 4 годика. Она у меня очень активная. Наверное, больше к спорту у нее расположение. Очень большой плюс площадки, спортивные снаряды. Я думаю, развиваться будет. Может быть, будущие чемпионы будут появляться за счет этого. Спасибо администрации, фонду поколениям, что делает. Это для нашего маленького берюча. Объекты спортивной игровой площадки полностью соответствуют всем госстандартам. Они расположены на безопасном расстоянии друг от друга. Избежать травм детям позволяет и специальное мягкое покрытие. Кроме того, фонд поколения уделяет особое внимание выбору поставщиков материалов. Главный критерий здесь – абсолютная безопасность. Все качели, горки, турники и так далее отечественного производства и выполнены из экологичных компонентов. Никакого вреда для здоровья, а наоборот – польза от активного отдыха и искреннее веселье. Дети в восторге. Много времени проводили на пляже. Когда построили площадку, стало намного лучше. Турники есть, можно где полазить. Вообще мы ходим сюда с друзьями, играем в волейбол, в футбол иногда гоняем. Купаемся. Мне понравилась площадка, но мы не часто ходим. Мне понравилось на горке, но, короче, на везде. В свободное время я обычно гуляю с друзьями на улице. Ну, да, я буду сюда приходить, мне очень нравится эта площадка. Что именно нравится? Вот эти лазилки. Я очень люблю спорт. Фонд «Поколение» и его руководитель Андрей Скотч внимательно относятся к воспитанию здоровой нации, здоровых жителей Белгородчины. Всего в рамках проекта фонда в области появятся 15 таких уголков радости и спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова